То, что произошло в Курске, это была неожиданность, я думаю, для всех. Естественно, ожидалось, что что-то Украина предпримет. Помните, на одной нашей с вами передаче я говорил, что Украина в основном работает такими асимметричными ударами и достаточно успешно в этом направлении. Но то, что произошло 6-го числа, начиная с 6-го числа, по моей оценке, это геймчейнджер, то, что меняет игру. Ну, первое, что хотел бы я отметить, это первое. Операция была подготовлена до мелочей. Причем, как чисто военная составляющая, так и политическая информационная составляющая. Знаете, насчет информационной составляющей, обратите внимание, что, как обычно, все подобные операции, потому что были подобные вылазки в Белгородскую область, вот такие короткие, они всегда так достаточно широко, именно, я имею в виду официальные структуры Украины, они, в общем-то, освещали. А на этот раз нет, если вы обратили внимание. Практически никакой официальной информации, я имею в виду украинских официальных структур, практически нет. Это очень мало. Второй момент, очень важный. Удалось это провести достаточно скрыто, что, в общем-то, при современных технологиях практически невозможно. Практически это невозможно. Более того, абсолютно ясно, что, как минимум, Генштаб, Генеральный штаб России, они не могли не видеть этого, скажем так, скопления. Говорится, что участвовали, значит, диверсионно-штурмовые бригады, во всяком случае, хотя бы одна. Предположительная численность, я думаю, где-то от 8 до 12 тысяч украинских военных, но это всего лишь оценки, потому что реальной информации нет ни у кого. Но тут возникает очень большой вопрос, достаточно серьезный вопрос, почему об этом не был информирован президент России. То, что он не был информирован, это совершенно очевидно. То, что даже когда он выступал, первое его выступление, он назвал, если вы помните, это провокацией, МИД России назвал это террористическим актом, все это. Но то, что он не владел информацией о ситуации, для меня это совершенно очевидно, ибо если бы он владел информацией, он бы не сказал такую, извините, нелепость относительно беженцев, пострадавших, что надо им дать по 10 тысяч рублей, то есть по 100 евро. Это означает, что буквально даже несколько, пару дней он не владел информацией. Я не хочу дальше идти в этом направлении, но совершенно очевидно, что есть какие-то серьезные проблемы в высшем руководстве России, в военно-политическом руководстве. Я уже не хочу приводить эти примеры, которые говорили, что буквально их сейчас выдавим, через сень или сегодня выдавим, за 2-3 дня выдавим. И то, что это был самый настоящий расплох и хаос в руководстве, это очевидно по их действиям и по их, значит, заявлениям. Теперь давайте подумаем, что может быть после этого. Основной тут именно, я считаю, политическая составляющая, это действительно гейм-чейнджер. Во-первых, то, что говорят, что еще никогда не было после Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, чтобы иностранные вооруженные силы другой страны вошли в территорию России. Об этом много говорится с первого дня. Но я хочу напомнить этим таким историкам, в кавычках, что это не так. Хочу напомнить, что в 1969 году Китай ворвался в остров Даманских, на Уссурийский. Потом этот остров в 1991 году Горбачев отдал, значит, Китаю. Но не это важно. В том же 1969 году Китай ворвался и в Казахстанский СССР. То есть это не ново для России. Хотя это, я говорю, гейм-чейнджер и действительно очень серьезный морально-политический удар по России и по репутации России. Очень серьезный. И политическая составляющая здесь имеет первостепенное значение. Они военные. Я думаю, честно говоря, что это не весь план Киева, скажем так. То есть еще будут какие-то неожиданности. Но если так трезво смотреть на ситуацию, смотрите, зашли не только боевые части, а сразу инженерные. Мы видели кадры, как они форсируют противотанковые рвы. То есть достаточно серьезные инженерные части, которые сейчас там заняты строительством фортификационных сооружений. По какой линии, мы не знаем этого, конечно. Причем тем же самым заняты и российские войска в той же самой Курской области. То есть самое вероятное, что я думаю, то есть естественно эти фортификационные сооружения строятся не на переднем флаге, где стоят украинские войска, а естественно за ними. То есть не в каком-то рубеже они закрепятся. Потому что там вообще-то чисто военной точкой зрения, как военные эксперты говорят, есть возможности, чтобы российские войска окружили вот всю эту группировку. Ну хотя я считаю это в общем-то маловероятно. То есть отойти на какое-то расстояние и закрепиться уже там. Я думаю, самое вероятное, самое вероятное это, что может случиться. Конечно, потому что, вы знаете, все такие операции, я абсолютно уверен, что в Киеве это очень хорошо рассчитали, должна быть и exit strategy, то есть не выход, я имею в виду, не из территории, а из этой ситуации, как выйти, ну, естественно, с политическими огромными дивидендами, но и чтобы не потерять в военном смысле. Я думаю, это самый вероятный сценарий, что какой-то отойдут и будут, значит, там на этих новых фортификационных рубежах.